Я хочу представить следующего докладчика. Его все знают на конференциях, как парня, который потерял ключ от кошелька, в котором было 400 биткоинов, но на самом деле у него много интересных историй. Он замечательный, харизматичный докладчик. Давид Браун, пожалуйста. Всем привет. Во-первых, не потерял, а проебал. Про 400 биткоинов потерял, это неправильно. Во-вторых, всем... Ого, сколько людей. Кликеры. Кто делает стартап и не знает, чем заняться, сделайте кликеры для конференций. Вот клянусь, я на сегодня десятилетие айфорума, я на одиннадцатилетие куплю у вашего стартапа набор кликеров и подарю айфоруму. Это я на всякий случай, чтобы им стало стыдно и оно переключалось. Смотрите, про что говорить? Есть UX. Поднимите руку, кто знает, что такое UX. Хера себе. А кто применяет UX с позиции... Вот забудьте, UX, большинство людей считают, что это какая-то штука, которая обладает вот эти UX, UI дизайнеры. Это какая-то рисовалка интерфейсов. Вот кто воспринимает UX вообще не к рисованию? Вот поднимите руку, кто считает, что UX к рисованию не имеет отношения, в принципе. А, ну нормально, много умных людей. Смотрите, я лично очень... О, мне дали, смотрите, для Биг Босса длинный кликер. Этот... Значит, я лично воспринимаю UX как некую такую прогретость. Вот хорошо Женя рассказывал передо мной. Он рассказал про гноящий пальчик, да? Без картинок, правда, мне не понравилось. Значит, я работаю в Морге. Потому что он делает сайты там задорого, проговаривает все, да? К нему приходят большие клиенты, у которых, как правило, есть команды. Кто-то там, большое количество людей брейнштормят и что-то делает хорошее. Я делаю сейчас в Макдональдс в сфере веб-дизайна, да? Вот в Эблиум. И мы делаем... Мы хотим делать тысячу сайтов в сутки. В сутки сдавать тысячу сайтов. Сейчас делаем там 10-20 сайтов в сутки. И люди, которые приходят к нам, это люди из Морга. Ну, потому что их сайты сейчас это... Или их не было, это слава богу. А если они есть, то они как бы не гноящийся пальчик. Там все гноится, там такой сплошной мордоворот крови, кишки там и так далее. Вот. И я тогда начал думать, как же мы можем решать эту проблему с точки зрения... Они все хотят... Они им похеру, какой у них сайт. И есть ли он у них вообще. Правильно же? Им важно... Для чего им сайт? Им надо что-то продвигать, что-то продавать. Им надо зарабатывать деньги, там, не знаю, щеки надувать перед партнерами-инвесторами и так далее. То есть сайт выполняет некую работу. Я начал изучать... У нас есть очень крутой UX-ер Ярослав Бирзул. Он... Или Бирзул. Который, ну, такой... Один из самых известных UX-еров в Украине. Я с ним много разговариваю и понял, что UX это нечто такая штука, которую, в принципе, можно применять чисто в маркетинге. Я же, ну, нативный маркетолог. И раньше я привык, что я читал вот такую толстую книжку Котлера. Поднимите руку, кто читал Котлера. Ого. Слушайте, хорошая аудитория. Этот. Ну, читали Котлера, библия такая себе, да, там, и начинаешь, там, вот, потребители, мы должны удовлетворять их потребности, у нас есть какая-нибудь система дистрибуции, там, 4P, 5P, там, и 6P уже и так далее, да. А тут нечто такая штука, которая специологически ближе к инженерам. Ну, объективно, UX ближе к инженерам, чем к маркетологу. Маркетологи у нас большинство это гуманитарии. Ну, так или иначе. Хотя сейчас эра data-driven маркетинга, и уже гуманитариям непозволительно быть, и все уже учат, там, да, там, как в GTM настраивать какие-то ивенты, там, да, там, как из интеркома получать какие-то апиколы и так далее. То, что раньше матюками можно было называться, да. Я подумал, что я с вами поделюсь, ну, времени мало, это такой не лекция, а короткий доклад, да, поэтому я поделюсь четырьмя какими-то простыми фишками, которые можно использовать. Поделюсь идеями этими, потому что вы дальше будете их сами девелопить и ресерчить. Ну, времени нет на то, чтобы я им разжевал, хорошо? Ну, первое это, и кто знаком с таким понятием, кастомер-аватар. Поднимите руки. А где же те UX-еры, которые так резво поднимали руку? Этот, кастомер-аватар это то, с чего начинается вообще любой бизнес, любой стартап. Вот ко мне приходят ребята там по менторе, консалтинг, да, какой-то сделать для стартапа. Я говорю, ребят, хорошо, давайте вашего кастомер-аватаров. Они что? Я говорю, ну, клиентов, расскажите, нахера вы это делаете? Кому это надо? И они начинают, ну как? Ну, в первую очередь, я уже вижу, что это надо им самим. Они сами делают что-то для себя. И это болезнь 90% компаний в Украине. Они делают что-то для самих себя. Но они хотят, чтобы за это платили другие люди. И в этом, ну, как бы на этом стыке происходит проблематика вся, да, она лежит. Кастомер-аватар это нечто такое, ну, то, что в маркетинге называлось раньше сегментация. Помните? Была такая штука, сегментация. Но в маркетинге классическом сегментация была для чего? Для того, чтобы существенно снизить транзакционные затраты на работу с каждым конкретно потребителем. Условно говоря, если я продаю там трусы для мужиков, я их все понимаю, что есть мужики, и я им всем рассказываю, какие у меня охрененные трусы, и, в принципе, они все покупают. И я тогда не иду каждому и не объясняю там, да, тут резинка удобная, тут еще что-то там, тут не мнется и прочие фишки, да. Здесь по-другому немножко все структурировано. Здесь кастомер-аватар смотрится под углом на клиента, из чего состоит его картина мира. Вот знаете, вы научились наверняка, когда вы общаетесь с человеком довольно длительное время, когда вы его хорошо знаете, вас можно отвести в сторону без этого человека, сказать, а ну-ка расскажи мне про Дэвида, что он там, из чего состоит его картина мира. И кто-то начнет накидывать какие-то, ну, его гипотезы, там он там, не знаю, пиздит много на конференциях с матами, вот. И, типа, он открытый, я, в принципе, в Фейсбуке любому человеку отвечаю там, да, ну, к примеру. И вот когда ты это понимаешь, ты понимаешь, как можно продать мне, ну, что продать, как мне это надо перепаковать, надо упаковать какой-то продукт или услугу, или сервис, да, таким образом, чтобы я это купил. Ну, не купил, даже вначале разделил, стал в идеале вообще евангелистом, стал бы это распространять, рассказывать другим об этом, был на, вот, видел такой сервис, охерительный сервис, пойдите попробуйте, мне он не подходит, но вот тебе в твоем положении он подходит. Вот этого можно добиться только, если вы понимаете картину мира клиента. Целевых групп, я не говорю каждого клиента, идеальный кейс, когда то, что я называю адаптивным маркетингом, когда ваш оффер, он адаптируется под конкретную картину мира индивидуального потребителя, под конкретного человека. Ну, будем считать, что это rocket science. Я говорю сейчас, сделать их немного. Вот, знаете, приходишь к такому стартапу или бизнесу, говорю, сколько у вас вот этих вот аватаров? Ой-ой-ой, это невозможно сделать, у нас их дохерища, больше ста. Я говорю, давай их возьмем бумажечку сейчас и выпишем. Ну, почему человек вам говорит больше ста? Потому что ему лень начать это делать. Начинаем выписывать, никогда в жизни я еще не встретил больше 20. Никогда в жизни, вот поверьте. Несмотря на большие бизнесы, на какие-то там холдинги, которые вроде там очень большими группами разных потребителей оперируют и так далее. Поэтому первое, что я вам рекомендую, разберите, что такое Customer Avatar и сделайте у себя. Пусть он на стенке висит и каждый сотрудник видит, на кого мы работаем. Дальше. А, ну и понятно, я как бы пример привел, то есть, если у вас есть два клиента, вот таких, понятно, что с ними надо по-разному разговаривать? Понятно, что для одного там цена, для другого там какая-нибудь престиж там и так далее. Вроде, когда показываешь на абстрактных примерах, люди говорят, о, это все понятно, все нормально. Но в принципе, реально же, мы не делаем этого, совершенно не делаем. Дальше идем. Следующий, Customer Journey Map. Поднимите руку, кто знает, что это такое? Смотрите, сколько людей знает. А теперь смотрите, поднимите руку, у кого эта штука нарисована для его бизнеса. Видите, насколько меньше рук? Потому что это вторая болезнь нашего осознания, мы все знаем, ни хера не делаем. То есть, мы же знаем, мы можем кому-то объяснить, но себе эту штуку нарисовать и повесить снова так и на стене никто не делает. Вот простой пример музея, американский музей, Customer Journey Map. Я его честно украл из Google Images, можете просто погуглить Customer Journey Map и найдете оригинал. Значит, внизу вот эта вот штучки, вот эта полоса прогресса, это стадии, которые проходит клиент по отношению к вашему бизнесу. Например, когда в музей 90% людей, которые сидят в этом зале, я вам говорю, когда попросишь нарисовать Customer Journey Map музея, начнут так. Люди вошли в музей. Это будет первая стадия. Здесь эта стадия четвертая. Чувствуете разницу? Потому что перед тем, как они вошли в музей, они сидят, например, в субботу или сейчас майские праздники. Понимаешь, что со всех сторон города пробки. Чем заняться, хер поймешь. И вот у тебя должно в момент consideration, в момент выбора, чем заняться, всплыть идея, что в музей тоже можно пойти. Если музей у вас не появился в этом направлении, в каких-то путеводителях, не знаю, в телеграм-каналах, чем заняться, афишей Киева и так далее, вы не пойдете в музей, потому что он просто не на радаре. Правильно? Соответственно, должен быть этот этап в Customer Journey Map или нет? После этого вы решили, ладно, поедем в музей. Дальше, Organize the Trip. То есть, едем мы на такси, есть там метро, может там бесплатный шаттл, потому что он давно за городом и так далее. Станет этот вопрос, может он половину людей скосить на воронке конверсии? Да легко. Но если вы об этом не думаете, говорят, а хер с ним доберутся как-то сами, то вы просто сидите и в музее никого нет. Следующее у вас, это человек прибывает, например, в ДНХ. Когда паркуешься и никогда не знаешь, что сейчас за система паркинга в ДНХ, то ли там уже снова по карточкам, то ли бабушка в будке сидит, то ли надо по карточкам провести карточку, а бабушке в будку какую-то бумажку отдать, то ли уже все бесплатно. И ты реально охереваешь, я подсознательно себя ловлю, что на ВДНХ я не еду, только могу пешком. Потому что мне вот этот кусочек arrive to the campus, он для меня, ну, frustrating такой, да, я не понимаю, каким образом я должен взаимодействовать с этим кусочком. И только потом, когда ты заходишь, как работает система навигации, где показаны туалеты, где можно покушать и так далее, а потом люди говорят, вот вышел из музея, тоже конец. А здесь еще два этапа. После того, как ты вышел, ты возвращаешься домой. Как ты должен поделиться, чтобы вернуть какую-то часть людей на первый этап? Организовать какую-то фотозону, где люди там поинстаграмятся с каким-то хэштегом, я увижу, о, эти чуваки ходили в музей, давай мы сходим на следующие выходные. Все это мы делаем и все это мы понимаем. Но никто почему-то к своему бизнесу такие простые прописные истины, которые в UX являются основополагающим при проектировании, скажем, интерфейса. Они вот в интерфейсе это все есть, там типа спасибо, письмо какое-то после, да, там опросник какой-нибудь, понравился вам наш сервис или не понравился. Мы же делаем в интерфейсах, но мы забываем это делать в обычном вот нашем бизнес-воркфлоу. Следующая вещь, это эмпатическая карта. В принципе, она очень сильно ложится прямо в Customer Journey Map. Что это такое? Это когда вы нарисовали вы Customer Journey Map, вы берете три набора смайликов, довольные, нейтральные и недовольные, и начинаете себе их лепить. Смотрите, например, вот чувак там типа собирается куда-то идти, мы в телеграм-канале, мы спонсорим какой-нибудь TripAdvisor, у нас суперрейтинг там в букинге там, допустим, да, и так далее. И тут все хорошо, человек себя чувствует уверенно, потому что идет в хорошее место, которое уже валидировано социально, да. Потом он заходит, вот эта вот история с паркингом, который я вам рассказал, я нахожусь в какой-то зоне растерянности. И если дальше я снова попадаю в минус, есть простое правило. Если два грустных смайлика, все, конверсия с большой вероятностью обрубится. То есть вы когда эти смайлики, ну это не вы, как вам кажется, потому что собственнику бизнеса всегда кажется, что у него все охуенно. Ну, там я же все сделал, там все, мы все продумали. Это вы должны делать на основании, ну на основании фидбэка реальных пользователей. И самое главное, не фидбэка, не опросов, а наблюдение за ними. В интернете наблюдение можно с помощью всяких там, типа ходжара, записей сессии, да, там организовать. С помощью аналитики можно, хитмапы всякие. А в офлайновом бизнесе вообще все легко, включил камеру и просто смотри за камерой, как люди делают. Простой пример, когда люди заходят в рестораны, как все происходит. Заходите вы в ресторан, если подходит девочка, вы есть хотите очень сильно. Она подходит, ой, здравствуйте, пойдемте, там, ты идешь, наконец-то, сейчас тебя посадят, садишься и говоришь, девушка, мне, пожалуйста, бургер. Она говорит, я не официант. И уходит. Сколько таких случаев? Она хостес. Да мне похеру, кто ты, хостес или официант, я есть же хочу. Вот понимаете? Или она должна сказать, вот вам меню, выбирайте, сейчас познакомлю вас с официантом, если уж ты хостес, и это стоит делать. Дальше второй кейс идем, по кастамер-джорни-мапу. Сели люди, я включил камеры и смотрю, 99% людей, садясь и ожидая официанта с меню, что делают? Ищут пароль на Wi-Fi. И вы играете в квест, где ебаный пароль на Wi-Fi. Потому что какие-то крутые рестораторы, типа Димы Борисова и так далее, догадались еле-еле какой-то где-то на стене, ее надо эту стену отыскать. Тупые рестораторы, в лучшем случае, это номер телефона 044, хер знает что, и вы почему-то это должны запомнить. Понимаете? Почему это делается? Я не понимаю, почему его бесплатно первое не сделать? Если решили сделать платным, я сделал эксперимент. Говорю, нашел трех рестораторов и сказал, давайте договоримся конвертировать неудобство в удобство. Смотрите, как это выглядит. Я иду, я жду этот пароль на Wi-Fi, нигде его, как обычно, не нахожу. Зову официанту, девушка, какой у вас пароль на Wi-Fi? Она мне говорит, пароль на Wi-Fi это название нашего самого вкусного десерта. Я не знаю, там, реприза. Все, больше этого десерта нигде не светится. Это просто клоун вашего десерта, там, не знаю, взяли тирамису, переименовали еще в репризу. Ни в меню, нигде его больше нет. Через две недели, два ресторана, это топ-1 самый продаваемый десерт. Нет, в третьем ресторане это на втором месте по продажам. Понимаете? Просто взяли, кто-то подумал, мозг включил, моторика включается, ты же вводишь реприза, покушал, говоришь, давай что-нибудь сладенького. О, а там была какая-то вот эта вот реприза, давай попробуем ее. Понимаете? Работает, работает. Не сделав этот customer journey map, не начав наблюдать за клиентами внимательно и не понимать вот эти вот, это называется friction points, где они вот у них испытывают некое чувство неловкости или проблемности какой-нибудь, вы никогда в жизни не улучшите так сервис. То есть за этим надо реально следить и работать системно над этим. Следующее это user onboarding. Много всяких есть сервисов, как пользователь, который первый раз заходит в некий интерфейс, его онбордят, да? Ему помогают каким-то образом ориентироваться, что тут находится. Слева вот вкладка, здесь управляй проектами, тут можно удалять кнопочку, ну например, да? То есть в онбординге, вот простой пример, как вы перепаковали. Есть компания одесская, сербсатовская, вернее нетпиковская группа, у них есть такой продукт, называется Academy Ocean. Это кейс позавчерашний. Ребята, Academy Ocean это система, которая позволяет вам делать вашу собственную академию, ну обучение, корпоративную академию по обучению вашему продукту, да? Они выходят на Product Hunt, все же знают Product Hunt, да? Известная такая платформа, где всякие стартапы. И что они делают? Если они просто вышли бы как лохи, как все остальные, на Product Hunt они бы получили там где-то, ну в серединке где-то были. Они делают академию Product Hunt, научись, как работал Product Hunt, история Product Hunt, какие бест практики, все это собрали. Чувак, основатель Product Hunt, говорит, охеренная штука. Он пишет, естественно его фоловят все, и он Product of the Day. 23 апреля номер один Product of the Day. Вот скажите мне, надо быть академиком наук для того, чтобы допетрить и так сделать? Не надо абсолютно. Но почему-то, почему-то 99,9% бизнесов этого не сделают. Не перепакуют под конкретного. Я был на выставке вооружений в Индии вот недавно, и там Lockheed Martin. Это охренительно известный большой миллиардный концерн. Он продает всякие истребители, и у них большой такой стенд, и там написано, там, ну вот этот истребитель черный на фотографии, и написано, сфотографирован в самой проблемной зоне Индии, там, где у них на границе с Пакистаном, где у них есть конфликт, и написано, Lockheed Martin Protect Indian Borders. Нахера они бы парились? Ну, они Lockheed Martin, их каждая собака знает, они могли бы просто написать, ну, Lockheed Martin, там, мы самые охеренные американские, там, производители истребителей. Ну, они-то запарились, они нашли, сфотографировались, привязали это к контексту страны, в которой они выставляются, всю, поменяли всю полиграфию, на каждом буклетике написано и так далее. Понимаете? Вот это и есть беспрактика нормальных компаний, которые понимают контекст. Следующее. Есть такая штука, Jobs to be done. Может быть, знаете, есть юзер-персоны в UX, это описывается, я, Давид, мне там 38 лет, и у меня там четверо детей, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но на самом деле, это книжка интеркома, наберете Jobs to be done, интерком, бесплатная книжка. Офигительно, самая лучшая книжка, которую я прочитал, наверное, в 2017 году. Там простая стратегия. Люди не покупают ваши товары и услуги, люди нанимают ваш товар или услугу для того, чтобы что-то сделать. То есть то, что я Давид и так далее и тому подобное, когда я покупаю Dropbox, это абсолютно индифферентно, какая я юзер-персона. Например, мне нужен Dropbox для того, чтобы расшарить файлы со своими коллегами. Правильно же? И поэтому я нанимаю Dropbox для решения этой задачи. Когда вы начнете думать, для чего клиенты, вот эти аватары, нанимают ваш продукт или услугу, у вас перевернется сознание, я вам просто гарантирую. Вы просто начнете все переделывать. Потому что люди нанимают вас для чего-то, для решения какой-то конкретной потребности. Вы должны знать, кто эти люди, и второе, какая это потребность. Все. Ну, время чуть-чуть заканчивается, последние две книжки, на русском их, по-моему. Кстати, в прошлом форуме у меня был доклад по Customer Success. Помните, может быть, кто-то был, да? Я там сказал книжку, ну, порекомендовал книжку, слушай, тоже адаптивный маркетинг. Через месяц мне в Фейсбуке, в личку пишет издательство Monolith, говорит, мы по вашей рекомендации взяли эту книжку, договорились с правообладателем, выкупили права на тираж в Украине, просим вас написать предисловие. Я, естественно, написал предисловие. И как вы думаете, у меня теперь есть родительское чувство по отношению к книжке, я ее везде всем пихаю. Ну, это же круто. Чувствуете, насколько круто вообще? Это бессознательно. Я вообще не слышал про это издательство совершенно никогда. Ну, то есть я просто вот через один день, через два сообщения в Фейсбуке стал адвокатом какого-то неизвестного издательства. Потому что они просто применили простой такой социальный инжиниринг. Ну, можно так назвать это, да? Ну, и теперь мне маркетологи не простят, я же вам ничего, если не продам, то я тоже лох продавец. Поэтому, смотрите, адаптация. Промо-код на TemplateMonster, 50% скидка в течение 48 часов на все, что там есть, включая шаблоны там этих. И второе, вот то, что мы с Женей спорим. Женя говорит, я хочу войти в топ-50, там, в топ-20 мировых студий мира, а я хочу ежегодно бить в книге рекордов Гиннеса количество созданных сайтов в мире. У меня другая история, да? Поэтому бесплатно делаем всем, создаем сайт в студии внутри. По вот этому лендингу придете, если у кого-то есть бизнес-идея, сделайте и посмотрите, как мы это делаем. Все, спасибо. Всем пока. Субтитры подогнали Симон.